Общий режим нерабочих дней завершается, но это не значит, что ограничения будут сняты. Дополнять, сохранять или отменять ограничительные меры будут внутри регионов, но работа предприятий все же должна возобновиться. В первую очередь речь идет о базовых отраслях экономики. Это предприятия строительной отрасли, промышленности, сельского хозяйства, связи, энергетики и добычи полезных ископаемых. Естественно, с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Здесь занято значительное количество работников. И работа для них – это зарплата, благополучие семьи. И что очень важно, деятельность таких предприятий не связана с необходимостью прямого контакта с потребителями. А значит, есть возможность возобновления работы с низкими рисками. Также Владимир Путин объявляет о новых мерах поддержки семей с детьми. Так, минимальное пособие по уходу за ребенком будет удвоено и составит 6751 рубль. Ежемесячные выплаты семьями с детьми до трех лет, у которых нет материнского капитала, то есть с детьми, которые родились до 1 января, составят 5000 рублей на каждого ребенка. Еще одна мера – выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно. Это разовая выплата. Получить ее можно с 1 июня. Хочу подчеркнуть, сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение. Для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно. Помощь должны получить все. Все, кто в ней нуждается. Повторю, каждая российская семья, в которой растут дети с 3 до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи. Сделать это уже с завтрашнего дня. Дистанционно с помощью портала госуслуги. Или через отделение пенсионного фонда. И получить деньги, 10 тысяч рублей на каждого ребенка, начиная, как я уже сказал, с 1 июня текущего года. Отдельно Владимир Путин обращается к пожилым людям. Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома. Часто в разлоке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас. И делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса. Чтобы эта опасность быстрее прошла. Кроме того, Путин объявляет и о других мерах поддержки. В частности, медработникам гарантированы федеральные доплаты от 10 до 60 тысяч рублей. Бизнес сможет воспользоваться кредитной программой поддержки занятости. Это один минимальный размер оплаты труда на одного работника в месяц под 2%. Причем, если руководитель сможет сохранить 90% своего коллектива, то и кредит, и проценты погасит государство. Если 80%, то федеральный бюджет закроет половину кредита. В общей сложности новые меры поддержки затронут десятки миллионов человек. Конечно, тот пакет, который был озвучен сегодня, он беспрецедентен. И он, конечно, отвечает на многие вопросы. Во-первых, увеличилось количество выплат непосредственно гражданам, вне зависимости от их занятости, в зависимости от их дохода. И приоритет сделан на семьи с детьми. Это очень правильно. Очень правильно. Каждый регион будет выходить из режима самоизоляции по-своему. Конечно, это не произойдет быстро. В нашем регионе к режиму снятия ограничений будет применяться дифференцированный подход. Но определенные послабления не повод делать послабления самим себе. Все равно нужно быть бдительными, надевать маску и соблюдать социальную дистанцию. Александр Быков. Время новостей.